Следующий наш докладчик, интернет-агрузмен, глава компании «Радиус Групп» Дмитрий Мариничев. Он здесь представляет как бы уже... Он в большей степени IT, чем транспорт. Он в большей степени IT-технолог, чем извозчик. Тем интереснее будет его послушать. Пожалуйста, Дмитрий. Да, наверное, я должен был бы сейчас вам обещать о том, как блокчейн изменит всю транспортную отрасль, и насколько наступит счастье, и что это такая волшебная палочка, с помощью которой повлеким космос вместе со всеми контейнерами. Но я вам этого говорить не буду. Я вам скажу совершенно обратное. Вам блокчейн вообще не поможет, и он вам не нужен. Для этого надо пользоваться интернет-человека, да? Транспортные системы бывают разные. Ровно точно так же, как бывают разные базы данных. Вот блокчейн – это всего лишь одна из форм базы данных. Она радикально отличается от централизованной базы данных, к которой мы привыкли, к которой мы управляем, которую делает даже уважаемая компания «Шенхер». Но нужно отдавать себе отчет и не путать два явления, ради которых вы здесь собрались. Первое. Это непосредственно транспортная сеть и те цифровые механизмы, которые позволят вам улучшить качество среди себе стоимости. И здесь никакой блокчейн вам точно не нужен. Транспортные сети бывают разные, и мне вам рассказывать. Это любые перевозки, к которым вы привыкли. Но самая простая транспортная сеть, которую можно повторить в офлайн-вом режиме, это, конечно же, сеть интернет. Она ничем не отличается от РЖД, она ничем не отличается от проходиков, которые возят контейнеры. Там точно такая же пакетная коммутация, когда что-то запаковывается в контейнеры, и этот контейнер из одной точки летит в другую точку через огромное количество сетей, которые передают этот контейнер без изнимений. Обыкновенная оптоволоконная сеть, и не оптоволоконная, медь, и не только медь, в виде витой пары, и Wi-Fi-каналы, это все то же самое, что море, земля, воздух. Смысл в том, что вы какую-то информацию или какой-то товар из одной точки передаете в другую. Пакетивая этот сигнал. В разных вагончиках могут ехать разные запчасти для какого-то двигателя и собраться где-то в Москве, где из него сделают реактивный самолет. Что мешает в транспорте применить все те технологии, которые работают сегодняшний день на сетях? Ничего не мешает, вы можете это повторить на щелчок, и вы получите автоматизированную цифровую систему транспортную со всеми вытекающими. Вы можете мерить и прохождение, и качество услуг, все что угодно. Это будет все то же самое. Но мы обсуждаем с вами блокчейн. Как я уже сказал, блокчейн здесь не при чем. Блокчейн необходим для того, чтобы изменить парадигму социально-экономических отношений внутри системы. Это технология, которая на поверку важна только тем, что она людям дала возможность осознать, как можно жить по-другому. Лет 6 назад моя компания занималась разработкой автоматизированной системы подачи таможенных деклараций при пересечении товарами воздушного транспорта по соответственному государственной границе. Обычное декларирование, по сути, своей. В чем смысл? Мы тогда реализовали этот продукт, он работает, наверное, и до сих пор работает, я уже не слежу за ним. Но мне и тогда было смешно, и сейчас смешно. Проблема в государствах. Я вам отвечу на этот вопрос, почему. Потому что все государства являются иерархическими. И бухгалтерский учет у нас идет по дебету и кредиту. Каждая организация ведет отдельно. И после этого сбивает и платит налоги государству. Из-за этого мы имеем огромное количество ограничений, законов, управлений и тому подобное. Блокчейн, как технология, подразумевает доверенную среду. Когда в доверенной среде все участники процессов равны. Сегодня затрагивалась тема порожняка. Сложная она или не сложная? С точки зрения автоматизации она вообще не сложная. Она ничем не отличается от того, что делает компания Uber и Яндекс. Но это компании, опять же, централизованные. Если вы берете реализацию решений о взаимодействии в транспортной сети на базе блокчейна, то вы формируете экосистему, где есть собственники чего-либо. Есть заказчики, есть исполнители. И все они вносят данные в одной единой доверенной среде. В этом смысл блокчейна. Вопрос будет автоматически напрашиваться, а где здесь государство? Его здесь нет. Потому что это общественный договор. Для того, чтобы вам было вообще понятно это волшебное слово блокчейн, и что оно из себя представляет, вы должны четко удерживать в голове одну простую мысль. Есть база данных, в которую нужно записать что-то. Чтобы записать что-то, вы должны иметь ценность, которую эта база данных принимает в качестве оплаты за организацию этой записи. То есть, другими словами, блокчейн база данных требует с вас либо биткоин, либо эмиркоин, либо еще какой-то эфир, не важно, как назвать эту ценность, монетка, это вообще не имеет значения. Вы должны заплатить этой базе данных, этой ценностью, чтобы туда что-то прописать. И эта ценность автоматически становится важной ценностью для людей. Точно так же, как для людей является ценностью рубль, доллар, евро. Потому что им нужна эта монета, нужна эта купюра. Только для того, чтобы заплатить налоги государству. И больше ничего другого. Нужно однозначно отдавать себе отчет в том, что технологии, основанные на общественном консенсусе, ставят под сомнение наличие регуляторики со стороны государства, которое является эксклюзивным берифициаром с точки зрения получения дохода от тех или иных услуг, в том числе транспортных. Просто транспорт, он очень привычен для нас, для людей. Мы вырастем с этим транспортом. Не более того, изменения, которые в социально-экономическом укладе всех стран мира без исключения происходят, они происходят в то же время из-за того, что транспортная система имеет наднациональный характер. Вы сами об этом сказали. Именно сложность коммуникаций приводит к тому, что блокчейн начинает будоражить вашу отрасль изнутри и заставляет вас двигаться в эту сторону. Но сопротивление по его внедрению, как ни странно, вы будете получать со стороны как раз государственного управления, а не со стороны внедрения этого снизу. Внедрение блокчейна на РЖД, как в локальной компании, абсолютно бессмысленно. Оно ему не нужно. Потому что централизованная база данных, которая позволяет оцифровать услуги, сервисы, контроль качества, прохождение грузов, намного дешевле и эффективнее. И сделать это, это всего лишь задача отдела информационных технологий или департамента, я не знаю, как проект называется, компания РЖД. Это вопрос желания и не более того. Что такое порожняк? Порожняк это всего лишь на всеопределение количества собственников, самих вагонов, исполнителей, которые таскают эти паровозики и свободного доступа на самих сетях, то есть на железной дороге. По сути своей, это чистые воды биржа. Ее организовать вообще на щелчок. Биржа, с точки зрения IT, ничего из себя сегодня не представляет. Цена реализации 20 тысяч роботов. Вы можете купить готовые решения. Вопрос применимости этой технологии 100%. Даже думать не следует об этом. То, что я бы хотел, и чтобы вы задавали себе этот вопрос и пытались двигаться вперед именно с ним. Кто будет терять, а кто приобретать от внедрения в эту технологию? Посмотрите на Яндекс.Такси. Уже всем известный пример. Это тот же транспорт. Кто является основным выгодоприобретателем от внедрения технологий по размещению автоматического заказа? Ну, конечно, скажем мы, пассажиры. Цена перевозок упала, наверное, в разы, если быть честным. У нас уже студенты и школьники на такси ездят. У нас бабушки в булочную на такси ездят. Потому что это даже дешевле, чем ездить на общественном транспорте. Кто потерял от этого? Потому что всегда, когда есть плюс, есть минус. Баланс энергии никуда не девается. Кто потерял? Ответьте мне на этот вопрос. Таксисты. Таксисты. Ага. Таксисты не потеряли. Таксисты обеспечены равномерным заказом. У них стало больше работы. Но они гарантированно получают доход. И они не задумываются о прожигании бензина, путешествии по улицам. Опять же, тому же транзитному проезду по рожнякам. У них этого нет. Поэтому цена снизилась. Они ничего не потеряли. Большая часть таксистов любят Яндекс.Такси и Убер, хотя и ругают. Знаете, кто потерял? Ответить на этот вопрос с первого раза не получится. Потеряли мелкие собственники таксомоторных парков. Потому что технологии выдавливают посреднические структуры. И блокчейн будет выдавливать посреднические структуры. И знаете, кто стоит под угрозой? Та же компания «Шенкер» стоит под угрозой выдавливания с рынка и заменой путем общественного консенсуса, который дает возможность организации именно на блокчейн технологии. Поэтому говорить о том, уважаемым компаниям-логистам, что нам нужен блокчейн, нам нужна вот эта автоматизация, может только сумасшедшие, потому что они сами уберут суд, на котором сидят. Говорить об этом можно, только если вы пытаетесь получить позицию в рынке близкого конополия. Как я уже говорил, транспортные системы бывают разные. Самая известная транспортная система – это платежная. Например, Visa, MasterCard, Amix – это тоже транспортные системы, ничем не отличающиеся от РЖД. Практически естественные монополии. И сейчас та же технология блокчейна в сфере цифровой цифрализации именно платежных схем переноса ценностей ставит под угрозу факт их существования. Думать нужно всегда именно об этом. И единственное, что я вам хочу сказать, что технология блокчейна – это изменение социально-экономического уклада в обществе. Это раскрепощение и освобождение субъектов экономики, которые вступают во взаимодействие с другими субъектами. Но эту технологию нельзя рассматривать как волшебную палочку, с точки зрения применимости в отдельно взятой отрасли. Сравнивайте ее с электричеством. Спасибо. 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 Очень правдивное выступление живое, кстати, Александр Ильич. И она вызвала немедленно миллиард, что участников круглого стола. Пожалуйста. Вам вопрос? А потом это и активно будет. Да, да. Ну, как раз уж компания «ЖД» весьма активную. Подверг на сборки. Спасибо за смелую оценку. В том числе и ментальных способностей, так сказать, логистов, которые предлагают внедрять цифровые технологии. Вы знаете, с точки зрения блокчейна в отдельно взятой «ЖД» полностью согласен. И, честно говоря, с точки зрения того, что в отдельно взятой «ЖД» бессмысленно не дают технологии получения. И, более того, все эти инициативы, о которых я говорил, они завязаны на наших партнеров на рынках. Вот здесь совершенно. С точки зрения построения биржи, на то, что это можно сделать по щечку пальцев, и это сродни «Яндекс.Такси». Знаете, я бы не был столь здесь категоричен, скажем так, поскольку модель рынка, которая существует в отрасли, которую мы представляем, она несколько более комплексная и сложная, чем модель рынка «Яндекс.Такси». Как с точки зрения хотя бы наличия фиберальной антимодопорной службы, которая является активным участником данного рынка и, исходя из этого, модель, какая-то другая. Как и с точки зрения банального документа оборота, который находится в этом рынке и находится в отношениях между участниками этого рынка. Поэтому я бы не стал сравнивать со всем «Яндекс.Такси» и «Убертакси» с «Убервагоном». Спасибо, вы абсолютно подтвердили все то, что я сказал, что проблематика заключается именно в документном обороте и тех требований со стороны государства, которые предъявляются к вам и которые являются тормозящим эффектом с точки зрения развития ваших возможностей. Здесь нет никакого противоречия. Это абсолютно точно. Также то, что по щелчку пальцев можно что-то сделать, все зависит от тех технологий, которые вы применяете. То есть можно строгать стаду из камня года-два. Это вообще не связано с технологией. Что вообще не связано? Знаете, по щелчку пальцев сделать что-то на уровне технологии, то, что не будет работать никогда, это можно. И такие попытки были. Но мы же говорим все-таки немножко о другом, да, мы хотим сделать решение, которое в итоге работает. А вот его, к сожалению, по щелчку пальцев сделать не получится. Ну, я-то знаю об этом все, конечно. Я хотел привести просто пример, чтобы было понятнее. В зависимости от того, какой уровень технологической возможности у вас существует, у вас существуют разные возможности по щелчку пальцев. То есть когда-то вам, чтобы свет зажечь, нужно было дров наколоть лучину, там поджечь лампаду и все остальное. Ну, а сейчас вы просто выключатель нажимаете, это щелчок пальцев, и свет загорается. Только потому, что есть технология электричества у вас в квартире. Я говорю именно об этом. То есть о том базисе, на котором мы находимся и чем мы пользуемся. Дмитрий, спасибо большое за очень провокационное выступление. Я поняла, что большинство здесь сидящих сумасшедшие, раз мы обсуждаем блокчейн в логистике. И если мы все-таки двигаемся по пути этого сумасшествия, можно мне задать вам такой немножко тоже сумасшедший вопрос, пофантазировать. Вы упомянули о том, что в блокчейне нам нужны эфиры, биткоины и так далее. Как вы думаете, может быть мы все-таки через какое-то время, фантастически помыслив, придем к системе взаиморасчетов в логискоинах, в транспортных перевозках и логистике? Это непровокационный вопрос, я с удовольствием на него отвечу. Конечно же придете, только это будет не какой-то отдельно взятый токен. Моя философия крайне проста. У каждого человека, у каждой компании, у каждой сущности, в том числе экономической, будет свой токен. Этот токен будет ценностью. И расторговка этих ценностей будет приводить к повышению или появлению дохода или убытков. И никак по-другому. Сделать токен перевозок крайне несложно. Вот здесь я точно вам скажу, что это на щелчок пальцев выпуск, потому что мы это делаем, мы это умеем, даже сами. С точки зрения полезности, она будет абсолютная. Потому что что такое токен? Это многогранная функция не только переноса ценностей, но и записи прав, например. Это и могут и бонусные программы. Это просто кусочек информации, как я вам объяснил, работает блокчейн. И он отражает любые аспекты бытия. Вообще блокчейн, то что я всегда говорю, он людям-то не нужен. И криптовалюты людям не нужны. Это все нужно роботам, механизмам и системам, которые нас окружают. И в первую очередь это подходит для распределенных децентрализованных систем совместного потребления, которых деньги и прочие вещи не дают возможность полноценно функционировать. И естественно токен перевозок, он должен появиться, и его создать несложно, и вы можете этим пользоваться. Но вопрос опять в том, что это будет доверенной средой. Если вы в рамках ваших форумов сможете донести до правительства, что необходимо узаконить блокчейн того же логистического токена, то вы сможете узаконить доверенную среду. Потому что самый важный фактор это то, чтобы применимость записи в этой базе данных была акцептована со стороны государства и со стороны суда. Для того, чтобы можно было локализовывать конфликты и локализовывать проблемные места. Пока этого не будет, ни о каком блокчейне... Продолжение следует...